Владимир, Псков, Кузбасс, Воронеж, Волгода, во всех уголках нашей огромной страны в уголовно-исполнительной системе работают невероятно красивые и, конечно же, талантливые девушки. Доказательством этого стал очередной всероссийский конкурс «Мисс УИС». Его второй этап на протяжении нескольких дней проходил в Академии в СИН. Девять девушек соревновались в служебной огневой физической подготовке. Ну а 29 сентября зрители и жюри оценили интеллектуальный уровень и творческий потенциал конкурсанток. Мы все в предвкушении творческих номеров, которые подготовили участницы, потому что это пик, это вершина айсберга. Именно в творческом конкурсе он наиболее эффектный и участницы показывают свое художественное мастерство, свои таланты и поверьте, что эти таланты безграничны. После представления всех участниц, члены жюри и зрители получили возможность познакомиться с каждой из них поближе в конкурсе «Краса России». Много интересного смогли узнать зрители о культуре и жизни Самары, Кирова, Владимира, Рязани и других городов, а также о талантах участниц. Кто-то рассказал о своей малой родине в танце, кто-то в небольшой театрализованной постановке или юмористическом монологе. Ну а представительница Академии в СИН России Мария Калашникова исполнила песню о Рязани. Песня «Краса России» Мне думается, что в России в целом все женщины красивые. Что касается Марии, то это отличный сотрудник, хороший преподаватель, прекрасный человек. И она победила во внутреннем конкурсе Академии. Ну и мы надеемся, что достойно представит ВУЗ среди образовательных организаций в СИН России. Мария Надежда руководства оправдала на 100%. По итогам последней творческой составляющей конкурса члены жюри пришли к выводу, что именно она достойна звания мисс УИЗ. По словам Марии, тяжелее ей далось участие в испытаниях, связанных с профессиональным мастерством. А перед началом творческого конкурса она практически не испытывала волнения. И хотя девушка понимала, что соперницы у нее сильные, на победу все равно рассчитывала. Я буду счастлива. Это работа всей нашей большой команды, единой команды. Будем надеяться. Надежды оправдались. И несмотря на то, что каждая из девушек достойно представила свой город и свою образовательную организацию, в третьем этапе всероссийского конкурса в Москве примет участие именно Мария Калашникова, старший преподаватель кафедры общей психологии и психологического факультета Академии в СИН России. Ирина Квалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».